Утро Карачаева-Черкесии приветствует вас. Участник специальной военной операции из Карачаева-Черкесии Адам Джигутанов в мае текущего года был награжден медалью Суворова. Сейчас он находится дома на реабилитации после ранения. Своими впечатлениями от пребывания в зоне СВО он поделился с представителями региональных средств массовой информации. Подробности у Артура Мхце. Он пробовал себя в разных сферах и профессиях, но когда стране потребовалось обеспечивать безопасность населения в новых российских регионах, в числе первых отправился на защиту Родины. В зоне специальной военной операции Адам Джигутанов провел в общей сложности около года. Как только узнал, что пришла повестка, как-то без задних мыслей, поехал сам, забрал ее, уехал. До того, как в зону СВО попали, мы отправились в воинскую часть. Там побыли где-то недельки, полторы-две, подготовились, тактика боя, стрельба и уехали. По словам Адама, первое, что бросилось в глаза в зоне СВО – тяжелые условия, в которых живут люди. Поэтому бойцы при первой возможности стараются помогать им чем только возможно. Сам наш земляк создал в интернете канал, где делится информацией о периодах между выездами. Нам в гуманитарку даже отправляли, мы с ними делились хлебом, всем, чем могли. Рассказала Адама и о тех, кто находится по другую сторону линии соприкосновения. А говорят вот ребята, что наемников сейчас там много. Очень много, да. Ну, честно говоря, поначалу их было больше. После того, как их разгромили хорошенько, уже, я вам так скажу, ну, это мое мнение, там в виде наемников люди. Но это уже конкретно кадровые сотрудники с той стороны. Сейчас Адам Джигутанов проходит реабилитацию после ранения. Дали о себе знать последствия ночного обстрела после доставки бойцов на позиции. На очередной выезд был. Я людей на позиции привез утром. Мы ночью выезжаем, к утру мы уже там, на позициях, там до противника метров 300-400 максимум. Там надо быстро приехать, быстро всех этот и обратно. Я привез группу, вернулся, выехал обратно за следующей группой и уже попал под артиллерийский обстрел. В конце мая текущего года самоотверженность, отвага и героизм при выполнении боевых задач на территории проведения спецоперации были отмечены на государственном уровне. Указом президента России Адам Джигутанов награжден медалью Суворова. Как только завершится реабилитационный период, наш земляк планирует вернуться к своим профессиональным обязанностям по защите Родины. Артур Макцер, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите Вести на карачаевском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова